Святаго Отца нашего Иоанна Латауста Стагирию Подвижнику Увещание первое Продолжение Если блаженный Павел много терпел, а никого нет больше его и даже равного ему, то как можно, чтобы другие люди не нуждались в этом пособии? Если же некоторые не вразумелись такими скорбями, то уже и не по вине пославшего наказания, но по собственному нерадению. Если бы не было приложено к ним врачество, то можно было бы подумать, что они погибли от невнимательности к ним. Теперь сделано немало для того, чтобы ни в чем не винить врача, а только самих больных и их невнимательность. Хотя некоторые, жившие честно до искушений, пали после того, как подверглись им, другие, предавшиеся всяким порокам, не испытали никакой скорби, а иные с первого возраста до последнего вздоха терпели бесчисленные несчастья, но ничем таким мы не должны смущаться и подать в отчаяние. Если бы мы могли и обязаны были знать действия промысла Божия и не познали их, тогда следовало бы нам унывать и смущаться. Но если и тот, кто был участником неизреченных тайн и восходил на третье небо, смутился перед эту бездну и, приникнув в глубину богатства и премудрости, ведения Божия только изумился и тотчас отступил, то для чего мы напрасно усиливаемся узнать непостижимое и исследовать неисследимое? Мы не станем противоречить врачу, когда он предписывает противное тому, что нам кажется полезным. Приказывает, например, охладевший шли напускать в холодную воду и делает много другого, по-видимому, странного. Но заранее, убедив себя, что он делает это по правилам своего искусства, охотно повинуемся ему, хотя он часто и ошибается. Почему же мы будем исследовать действия Бога, который так превосходит нас во всем, который есть сама премудрость и никогда не ошибается? Тому, у кого следовало бы требовать отчета, будем верить беспрекословно, а тот, кому одному должны верить, будем требовать оправдания отчета в его действиях и негодовать, что этого не знаем. Свойственно ли это душе благочестивой? Нет, прошу и умоляю, не будем доходить от такого безумия, но во всем, в чем недоумеваем, будем говорить. Судьбы твои великая бездна. Псалом 35,7 Даже и то, что мы не знаем, есть ясно дело премудрости Божией. Если бы мы поминовались Богу потому, что знали бы причины событий, то невелика была бы нам награда, и наше повиновение не было бы выражением веры. Когда же мы, не зная их с любовью, покоряемся всем Его повелениям, по истинному послушанию и искренней вере, тогда и доставляем величайшую пользу душам нашим. Мы должны быть убеждены в одном только, что Богом все посылается для нашей пользы, а самого способа не исследовать и не роптать и униновать, когда не знаем Его. Знать Его для нас и невозможно, и бесполезно. Первое, потому что мы смертны, и второе, потому что мы скоро увлекаемся гордостью. Своими детьми мы делаем много такого, что им кажется вредным, а на самом деле полезно для них. Однако и они не смеют спрашивать о причине, и мы не убеждаем их предварительно в пользу того, что намерены делать с ними, но только внушаем им повиноваться приказанием родителей и ни о чем более не спрашивать. Если же мы так относимся к родителям, которые одной с нами природы, и не ропщим на них, то на Бога, который превосходит нас настолько, насколько Бог выше людей, как будем роптать за то, что мы не все знаем, что может сравниться с подобным нечестием. Таким людям блаженный Павел с негодованием говорил, «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал?» Римлянам 9.20 Я указал, например, детей, а Павел привел еще гораздо лучший пример горшечника и обделываемой им глины. Как глина принимает всякий вид, какой дают ей руки, обделывающие ее, так и человеку должно поступать сообразно с тем, что повелевает Бог, и принимать с благодарностью то, что он посылает, нисколько не противореча и не усиливаясь дознать причину этого, потому что это непостижимо для одних нас, но и для мужей святых и дивных, живших прежде нас. Так Иов говорил, «Почему беззаконные живут и достигают старости, и силами крепки, и так далее» Иов 21.7 И блаженный Давид сказал, «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Псалом 72.2.5 «После него Иеремия также говорил, «Праведен ты будешь, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии, почему путь нечестивый, благоуспешен, и все вероломные благоденствуют». «Недумевали и спрашивали и они, но не так, как нечестивые, не ровча на Бога, и не обвиняя несправедливости за дела его». Напротив, один из них говорил, «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои бездна великая». Псалом 35.7 «А другой, многострадавший, во всем этом не произнес ничего неразумного о Боге». Иов 1.22 «И в книге своей рассуждая творение, изъясняя непостижимость, премудрость и домостроительство Божие, говорил, вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем». Иова 26.14 «А Иеремия, предвидя, что иной может усомниться, перед вопросом своим высказывает такое суждение, «Праведен будешь ты, Господи!» «То есть я знаю, что все совершается тобой справедливо, но способа, каким это совершается, не постигаю». Что же, узнали ли они что-нибудь больше? Нет. «Они не получили даже ответа, как изъясняет блаженный Давид в словах. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Псалом 72.16 «Они не получили ответа для того, чтобы потомки научились и не спрашивать об этом. Они спрашивали только об одном. Почему нечестивые наслаждаются благополучием и богатством, но этого не узнали? А нынешние хотят узнать гораздо больше их, потому что ныне предлагается гораздо больше вопросов, чем тогда. Пусть же ясное знание будет предоставлено тому, кто знает все прежде, чем оно совершится». Продолжение следует.